Ученые Магнитогорского государственного технического университета помогли руководству цеха РОВ горнобогатительного производства ММК решить серьезную проблему на участке обогащения шламов, победить абразивный износ металлического трубопровода. О продуктивной связи науки и рудобогатительного производства рассказывает Юлия Никифорова. Установка обогащения шламов цеха РОВ – новый производственный одновременно экологический объект, который запустили в ноябре 2019 года. Здесь получают вторую жизнь отхода металлургического производства – шлам, который копился десятилетиями на шламохранилище. С помощью современного оборудования его обогащают методами магнитной сепарации и гравитационным. Готовая продукция – железорудный концентрат с содержанием железа 54-56%, свое сырье поставляют в агломерационное производство. Одна из проблем, с которой столкнулись рудообогатители, работая на новом оборудовании – это износ металлических патрубков насосов. В связи с тем, что по технологии нам приходится перекачивать абразивные материалы, происходит износ металлических трубопроводов, насосов. И это доставляло нам постоянно еженедельные, ежемесячные, практически ежедневные проблемы в работе. Приходилось останавливаться, ремонтировать эти патрубки. На наше счастье, на нас вышел наш местный университет технически со своими предложениями. Ученые Магнитогорского государственного технического университета во главе с Леонидом Поповым помогли рудообогатителям победить абразивный износ металлических труб. Было принято решение использовать на участке обогащения шламов патрубки с высокомолекулярным полиэтиленовым защитным слоем. Полевые испытания, эффективность таких труб полностью оправдали. Это сверхмолекулярный полиэтилен. Он имеет ультрагладкую поверхность, там 0,16 микрон. Он суперэффективный в плане отложений. Никаких отложений на нем нет. Этот материал, он в рынке новый. Он суперпрочный. Он умеет работать при критических температурах до минус 70 градусов. Он облегченный. Можно его изготавливать как целиком из сверхмолекулярного полиэтилена. Можно также делать гумировку на стальных трубах именно вот этой пленкой. 9 и 17 сентября на двух насосах мы установили по две пары патрубков и начали за ними наблюдать. В течение сентября месяца до конца года осматривали эти патрубки, вскрывали, составляли акты и увидели, что за этот период абсолютно никакого износа трубопроводов не наблюдалось. Экономический эффект в связи с использованием вот этой нового изделия подсчитали составил 250-300 тысяч в год и отсутствует пока какая-то необходимость проводить ремонтные работы. Вы видите фотографии труб, сделанные сразу после испытаний. Покрытие гладкое. Предполагается, что срок службы высокомолекулярного полиэтилена на участке обогащения шламов составит не менее 10 лет. Парк насосов здесь большой. После успешных испытаний руководство РОВ теперь планирует заменить все патрубки на насосах на защищенные высокомолекулярным полиэтиленом. Необходимо еще 10 комплектов, и они уже заказаны. Тандем ученых ВУЗа и технологов рудообогатительной фабрики позволил повысить эффективность работы и без того очень экономически выгодные установки обогащения шламов. В 2020 году здесь произведено 386 тысяч тонн железорудного концентрата. В январе этого года, рассказывает Олег Барбул, УОЖ произвела 33 800 тонн готовой продукции. Это свое родное сырье для агломерационного производства с низкой себестоимостью.